Всем привет, ребят! У нас сегодня в гостях автор канала Джампер Раша, его зовут Илья. Привет, Илья! Всем привет, здравствуйте! Обсудим на предмет... Чем он интересен нам, этот канал? Обсудим на предмет, сколько можно заработать на русскоязычных или у тебя нерусскоязычные шорты? У меня американские, ну, больше там, США. Ещё интереснее. Сейчас все, кто ждут американский старт, как заработать на американском Ютубе, прилипли быстро к экрану и начали слушать внимательно. Сделали погромче и начали слушать ещё внимательно. Посмотрите на эти просмотров. Давай, подожди, о канале покажи, сколько там просмотров всего. Ой, ну, о канале 90 миллионов сейчас. Вот, более 90 миллионов. Канал с 2019 года. Шорты, соответственно, выкладывались, наверное, когда они ещё появились, когда был этот фонд прекрасный. Ну, конечно же, всем интересно, а сколько же сейчас приносит после февраля 2022. Третьего, когда включилась монета на шортс. Поехали. И Илья согласился показать нам творческую студию, то, что никто вам не покажет. Такое только здесь. Да, сейчас я вам покажу свою творческую студию, дорогие друзья, где идёт основной трафик, где идут основные просмотры. Всё без замазываний, как есть. Да, всё без замазываний. То есть вот у меня аналитика. Посмотрим в начале. То есть весь хайп начался с апреля. Так, погоди, погоди, я вебкой частично закрыл. Народ, я себя временно скрою, потому что важнее цифра, чем лицо стримера. Так, поехали дальше. Так, в общем-то, вот есть мой канал. Здесь есть расчётный доход за последний месяц. 34 доллара, не так уж и много. Последние 28 дней как раз получается, да? Да, последние 28 дней. Это вот смотри, 1,3 ляма получается. У тебя шортс, у тебя длинные видео, по-моему, там не идут. Или есть они, я не помню. Да, не идут длинные видео, только шортс в последнее время. И только шортс. Так, слушай, это средний сколько рпм получается? Средний рпм, если открыть доход, то у меня где-то, ну, средний рпм. А вон ткни в шортс, вон у тебя эффективность, там можно переключить. Да-да-да-да-да. О! Вот, где-то 3 цента. Ну, это хорошо. Для сравнения, русскоязычный 1 цент, а то и меньше. Да, 1 цент, а то и меньше. Ну, так вот, сейчас расскажу всего, ну, с чего всё начиналось, получается, вкратце. То есть, вот, всё с апреля начиналось, был хайп, я начал лить нишу, которая хайпила. То есть, трафик у меня был свой. Я перезаливал все свои видео с ТикТока, получается, у меня был ТикТок. Я всё перезалил, и все видео хайпанули. То есть, у меня в ТикТоке они набрали 8-9 миллионов. Подожди, тебя можно в ТикТоке найти по Джампер Раша? Если кому интересно. Да, можно найти, там 80 тысяч подписчиков сейчас будет. Так же называется, да? Джампер Раша? Да, так же называется Джампер Раша, да. Окей. Тоже там. Вот, оттуда я начал перезаливать именно формат, который хайпит. У меня весь канал построен на одном формате, I Repeat Animation. То есть, весь канал, если посмотреть, вот только сейчас, вот, будет I Repeat Animation практически всё. Ну, тут что хайпить. Делал правильно это всё, монтировал сам. Да, контент авторский, шорт все авторский. Даже вот сегодня я перезалил свой старый шорт, немного изменив музыку и поменяв разрешение. И вот сейчас он лучше набирает других видео. То есть, ну, тут, правда, удержание. Провалилось. Доля посмотревших не такая большая, но он набирает, продолжает набирать, что, в принципе, радует, да. Что можно сказать про монетизацию. То есть, когда была монетизация, в феврале только появилось, я начал активно лить шортс. И один из недавних шортс, который залетел, вот я начал тестировать новую тему, потому что все конкуренты начали сжирать мой трафик. Так, получается, делая такие же repeat animation. И у меня, получается, трафик просел. Даже вот очень много людей, более ста каналов, которые украли мои видео. И я могу им кинуть жалобу на данный момент, но там я ещё не кинул. Там более шестиста видео, которые вот с моими правами я могу прямо сейчас пожаловать. Это тебе приходит уведомление, правильно ты видишь? Да, я могу открыть и показать прямо, если интересно. Давай, покажи. Чтобы все знали, те говнюки, которые копируют и думают, что это безнаказанно. Чтобы они видели, как это автоматом YouTube показывает. Да, я покажу сейчас. Ну, так вот, тут видео есть, получается. Всего на видео набралось 162 тысячи просмотров и составило 3 доллара. Это, в принципе, немного, но подписчиков прибавилось. Так, погоди, а когда ты его выложил? Данное видео выложил 12 февраля. Ну, то есть, это уже после старта монетизации. То есть, здесь все просмотры, это уже монетизация YouTube пошла. Да, это уже чистая монетизация, здесь не так много. Почему здесь не так много пришло, не такой высокий доход? Нет, ну подожди, 3 доллара за 160 тысяч, это нормально. Это для Шварц? Ну, это неплохо, да. Да, вот Индия, да, вот. Вот Индия, Россия, Индонезия, это не самое лучшее. Тут нет ни США, ни Кореи никакой, ничего. Нет, Индонезия это хорошо, а вот Индия это очень плохо. Вот для всех тех, кто смотрит, Индия это почти ноль. Россия, как бы, это, в принципе, ноль. Ну, да, в принципе, есть такое. Ну, подписчиков здесь неплохо прибавилось, и постоянные зрители даже не очень смотрели это, ну так себе, потому что это не мой основной формат, я его пробовал. Ну, и тот основной формат, который я лил еще, так, если сейчас перемотать, сейчас просмотров вообще нету практически, потому что очень много, ну, видео не стреляет, вот наподобие, вот даже вот это видео посмотрим, я залил его просто так, здесь вот я уже скидывал скрин, 3500 просмотров и 31 цент, что это может означать, что аудитория нужная смотрит и... Конечно. Ну, у тебя Корея зашла, Корея это шикарно. Да. Не знаю, откуда она зашла, у меня вообще Корея очень редко появляется, но здесь, видите, 48% Кореи. Я думаю, что может быть кто-то... Просто смотри, тут важны еще какие-то тематики, это тонкий момент, больше типа хайпится где-то в какой-то стране, мы даже этого не можем отследить, но это сложно, то есть. Это мемы, они более локально где-то заходят. Скорее всего, да, можно попробовать еще поснимать что-то с этим, просто подставив другие иконки или что-то еще, то есть, ну, посмотрим авторские права. Ну, так вот, что про авторские права? Вот очень много каналов, которые... И это шортс, тут фокус в чем сейчас, да, я хочу сакцентировать сейчас внимание, это важно, ребят. Те, кто ворует шортсы, думают, что типа шортс ютуб никак не отслеживает, или там я добавил какую-нибудь там точечку или подвинул на 2 пикселя картинку и все, ютубу плевать там. Нет, вот смотрите, это шортс, это не длинные видео. И вот, пожалуйста, со ссылками, кто скопировал, можно перейти, проверить, увидеть, насколько он скопировал. И вот, пожалуйста, кнопочка, да. Да, можно отправить письмо, даже удалить видео. И тут, я думаю, ты знаешь, вопрос времени. Когда-нибудь начнется такая ситуация, когда, ну, авторы начнут вот по этим штукам уфигарить. Да, могу уже под процент совпадения 100%. То есть автор ничего не изменил, именно мои ролики, я не первый раз натыкаюсь, как и в ТикТоке, то есть я натыкался в ТикТок, я листал рекомендацию. И мое видео, там, чувак взял, там, 400 тысяч лайков набралось на моем же видео. То есть мой водяной знак, мое видео. То есть я его делал, понимаю, две минуты я, как бы усилий не прилагал, но сама идея, то, что я раньше это сделал, конечно, это огорчает, то, что вот такое есть. Да, ну и сам я бывал тоже свои видео, я, ну, то есть я брал видео других людей, но я их уникализировал. То есть это субтитры, это какие-то вставки, какие-то звуки. Ну, это уже добросовестное использование контента, если ты что-то там добавляешь. Вон, даже обратите внимание, чуваки, было 90-20%, да, там, совпадений. То есть даже когда маленький процент совпадений, не 100, все равно этот список есть. И, ну, те, кто, например, делают там вообще себя, как вот, ну, свои какие-то актеры там играют, условно, да, в роликах, они, ну, уж точно будут швырять жалобы. Потому что одно дело монтаж, да, а другое дело, ну, вложения большие. Да, уже люди стараются, да. Ну, что могу сказать по поводу аналитики? То есть быстрый старт у меня был в апреле, затем у меня еще больше 8 миллионов, это в мае, затем в июне 5, ну, практически 6 миллионов, затем 3 миллиона, ну, 2 миллиона с чем-то там в июле, и затем актив немного упал, шортсы не набирали, потом вот снова набирают неплохие просмотры. И вот сейчас они очень сильно упали, но я пытаюсь возвратить, потому что монетизацию... Ну, ты, смотри, Илюх, ты сильно ощутил с февраля изменение алгоритмов? Ну, об этом многие говорят, что как перед монетизацией они сильно подправили алгоритмы шортс. Почему? Потому что рекламодатели скажут, что у вас дебильный алгоритм, и что мы будем рекламу покупать? Сделали более точечно и сузились охваткой. На самом деле, да, изменения... Ой, да, на самом деле изменения были очень глобальные. Я почувствовал это прям, ну, как, это было не особо сильно, но прям в некоторых моментах это сказывалось на моих просмотрах. То есть то, что я делал, во многом просмотры упали, и та ниша, вот то, что я делал, repeat animation, оно вот я чувствую, я лью, оно не залетает. То есть даже вот новые видео, которые выпускают разработчики той же игры, и я их лью, они набирают очень мало. То есть этого недостаточно. Я примерно понимаю, почему они столько набирают. То есть если даже посмотреть сейчас в аналитике, предположим, в контенте, самое популярное, найти мой самый популярный, популярное видео, вот, предположим, по рейсу у меня... Вообще или за 28 дней, ты имеешь в виду? Да. Да, то есть вообще все видео, шортс, шортс, так, и где тут посмотреть самое популярное? Ну, за последний месяц, получается. А вон лучшие видео. Да, да, вот. Внизу. А, лучшие видео, так, сейчас. Справа вон. Ниже, ниже. Что-то слепое. Да, потерялся, да, вот же, да. А, вот, да, вот они, подробнее. Топочки твои. Вот, ну это вот за последнее время у меня, получается, видео, которое набрали. Но это, то есть не самое лучшее, просто лучше, что набирали в другой момент времени. Но что я могу сказать? Вот большая часть это repeat animation. То есть если посмотреть анимейшн, вот, анимейшн с дарт-гоблин. Посмотреть. 15 секунд идет видео. Видео вообще я делал на телефоне, 2 минуты делал. И видео было выпущено вообще 23-го года, 22-го года, 14-го марта. Вот оно было выпущено. В принципе, собрало неплохо на этот момент. Если бы оно было в момент монетизации выпущено, и тут вот такие... Ну, конечно, с таким... Тогда бы, наверное, неплохо бы я поднял. Ну, в 10 раз больше. То есть какое здесь удержание? 75% получается. И сколько часов здесь, и еще средняя продолжительность 20, хотя видео идет 15 секунд. То есть что мы делаем, какие выводы? Это максимально короткое видео, чтобы люди его пересматривали, и средний процент просмотра был очень высокий. И это, конечно, будет заставлять людей еще раз посмотреть, и они будут кликать все больше, и это будет рекомендоваться все больше и больше. Это, конечно, успешно. И еще, если посмотреть, сколько подписчиков с этого видео прибавилось, конечно, это половина. Смотри, Илёх, еще вопрос такой. Те, кто сейчас сидят и думают, типа, стоит ли сейчас лезть в эту тему или не стоит? Я имею в виду шортс, вот их легко делать и так далее. Конечно, стоит залетать. Ниш очень много сейчас. Именно англоязычные, правильно ты имеешь в виду? Да-да-да, англоязычные. Ниш очень много, как даже, к примеру, есть тематика подарков. То есть, предположим, шортс, там, не знаю, подарки с двух сторон. Выбери тот подарок, тут то, тут не знаю. Там, в общем, два подарка, и ты выбираешь какой-то подарок, к примеру, и там, не знаю, машина крутая, а здесь такая машина плохая. Фигня какая-нибудь, да. Ну да, то есть даже вот такие, если посмотреть, они очень сильно залетят. Да-да, было-стало, лево-право, это, ну, принцип один. Да-да, или бывает очень часто еще накладывают просто какое-нибудь само по себе видео, и потом уже там какое-нибудь прикольное видео и какую-нибудь игру накладывают, и вот такие видео постоянно залетают. То есть, какие-нибудь скетчи там на фоне, какие шортсы залетают. Музыка насколько решает фоновая? На самом деле, музыка — это просто отдельная тема, ее нужно выделить, потому что все зависит только от музыки. Все мои анимации были залиты только под один трек on the floor. И именно если бы это был другой трек, то они бы не набирали тех просмотров, которые есть. Музыка увеличивает удержание именно та, которая вот уже как бы с одной стороны заезженная, и ты думаешь, может быть, другую поставить. Я сам тоже пробовал ставить другую музыку, и вроде неплохую. А вот такая вот заезженная из топ-10 условно вот этих всяких видосов. Все, удержание есть. Ставишь любую другую, даже популярную. Все, минус. Пролистывает. Да, это еще очень интересный момент, который я заметил, когда вот у меня видео набрало очень хорошие просмотры, были у меня на видео. То это вот как раз вот с того видео я повторил анимацию, и потом я еще выкладывал точно такое же видео. Вот тут оно набрало лям-200, к примеру. Я его выложил попозже, и оно вот уже, видите, неплохо. Это то же самое видео, абсолютно то же самое. Оно никак не изменилось с гигантом, которое набрало 11 миллионов 700 тысяч. Только я изменил фильтр в капкуте, только немного поменял фильтр, и расширение также изменил, и все. Оно набрало вот такие просмотры у меня. Да, то есть все тоже, все тоже залил. Правда, сейчас оно не особо набирает, ну как, вообще не набирает, но это не так важно, потому что темы еще остались, и в принципе тут, ну как, доход есть какой-никакой. Ну выглядит нормально, да. Для шорта-то. Да, то есть на булочке хватает в школе, можно сказать, да. Как бы это да, как бы странно не звучало. Ну и по последним видео, что могу сказать? Я придерживаюсь одного, то есть отолью именно ту тему, которая сейчас продолжает хайпить, то есть именно анимации. Но у меня трафик, конкуренты жирают, поэтому что я делаю? Я пытаюсь как-то изменить и сделать под тему. То есть делаю то же самое, только как-то изменяю, делаю какие-то узкие темы более с этим. То есть то же самое, но как-то изменяю, чтобы оно продолжало хайпить, внедряя что-то в это новое. Но пока ничего не выходит с этим. Смотри, а время, время насколько решает? Время выкладки. Время очень сильно. Если бы я сейчас вот залетел с этим контентом, вот это мои бы были просмотры. То есть это то же самое видео, которое я залил, вот это I Repeat Animation. Я его заливал где-то вот сейчас, если его найти, я прямо сейчас его найду, я его заливал примерно месяца 4 назад, или может больше даже, гораздо. И это видео набрало у меня 20 тысяч лайков, и 400 тысяч просмотров. Я его залил даже не под этот трек. А сейчас я его залил под этот трек, и вот он как бы набирает даже лучше топ-1 у меня по рейтингу. Сейчас, в принципе, это все из-за музыки, я считаю. То есть музыка тут сильно повлияла. Но я не думаю, что он далеко пойдет. Сейчас я пытаюсь экспериментировать, поэтому то есть просмотры, то вообще нет. Нет, подожди, я имел в виду еще, Илюх, время. В смысле, есть такая инфа, что типа англоязычные шорты лучше выкладывать с 3 часов ночи по Москве где-то до 4... Ну, вернее, точнее, с часу, с часу набрался. С часу ночи по Москве до 4-5 утра по Москве. Это так или без разницы? На самом деле я выкладывал вообще, я не был стандартного графика конкретно на этом канале. Я лил вообще без разницы. На самом деле вечером лучше лить, потому что есть другие каналы, и я лью большую часть видеороликов вечером, что способствует росту просмотров. Ну, потому что есть как бы Европа. Это имеется в виду люди под Америку подстраиваются, а есть же еще как бы Европа англоязычную, никто не отменял. Даже Индонезия английская. Хотел остановиться еще на вкладке сообщества. То есть если приглядеться, тут неплохие охваты были, неплохие лайки. Да, слушай, у тебя там вон и лайков, и комментов. 19 тысяч проголосовавших у тебя, е-мое. Попросит. Ну вот, и 16 тысяч лайков было. То есть даже больше было тут получается. Из-за чего? То есть на сообществе тоже я смотрел, немало, немало такое количество подписчиков набрал. Около 3 тысяч за все время набрал на сообществе. И на сюжетах я набрал около там где-то, ну, подписчиков 200-300 на сюжетах только. Причем я их редко постил. Сюжеты тоже набирали по 70-ка, по 100-ка просмотров тоже набирали в какой-то момент. Сейчас я занимаюсь тем, что перезаливаю свои видео, что и всем советую. Вот я посмотрел самый популярный месяц, это был май как раз. И я просто беру вот эти видео, я вот так открываю их и смотрю 10 опубликованных видео. Я их вот так пролистываю до 22-го года и смотрю, что можно перезалить. И просто изменяю, уникализирую немного и так же перезаливаю. То есть ты тени удаляешь, а просто уникализируешь их, чтобы спама не было, и перезаливаешь, правильно? Да, да. Ну и, конечно, экспериментирую с другими видео. То есть вот если посмотреть на эти видео, здесь вообще просмотров нет, а вот сейчас я залил за 50 минут 1200 просмотров. То есть это как бы результат. Слушай, еще такой вопрос есть. Многие приходят и говорят, типа, я сейчас буду лить. Более того, ко мне на оценке каналов приходят чуваки, у которых 55 раз вот без изменений один и тот же шортс они выкладывают и ждут, когда один из них зайдет, а остальные потом удаляют. Объясни ей, почему так нельзя делать? Потому что меня не слушают. Во-первых, ну, раньше так считали, вот когда еще шортсы были, все думали, что это ерунда, они монетизируются и, ну, не будет вообще монетизироваться, и просто лили кучами. И даже вот на примере у меня было, у друзей были каналы, то есть был софт, они просто лили по 19 тысяч видео. Да-да-да, там софт еще был. И вот на этих каналах, да, набирались вот за неделю, за две, там по 100 тысяч подписчиков, но там было одно видео залитное. То есть одно видео, и там вообще максимально на видео 20 тысяч просмотров, и таких видео очень много, и подписчики вот с 19 тысяч видео, понятное дело, подпишутся. Чем это сейчас вот опасно? Таким, конечно, сейчас никто не занимается. Я советую всем делать авторские шортсы, и даже если они не авторские, то можно делать реакции, видоизменять, уникализировать максимально. И вам, тогда у вас будет монетизация, во-первых, это плюс, а во-вторых, вы будете отличаться чем-то от других. Ну, к примеру, то есть это как может быть и игровой контент, так и, скорее всего, лучше вот шортс, как бы я всем, как многие советуют, это именно как консультация, если вы юрист, если вы врач, если вы кто-то, в плане шортс делать... Это способ получить большой охват. Реклама. За дешево. Да, больше денег. Больше денег, конечно, шортс в этом помогает. Да, какие-то услуги свои оказать и продвинуть что-то свое, не знаю, тот же самый инстаграм, то есть как-то... А я делаю шортс игровые в плане только... Первое, это монетизация у меня доход. Второе, вот я когда большой был охват, там по 15-16 тысяч лайков, это я делал, получается, рекламу англоязычным каналам, они тоже неплохо платили. И второй немалозначительный фактор, это... Что было у меня? Это еще я сотрудничал с сервисом, который... У меня была реферальная ссылка, люди переходили, и у меня там было, что ли, по 5-10 тысяч регистраций с моих вот этих коротких видеошортс. То есть я просто ссылку оставлял, либо в видео говорил. А, ну слушай, скажи, какая там конверсия приблизительно. Просто многие не понимают, на шортах конверсия гораздо ниже, и она работает только при вот таких, как у тебя, просмотрах. На длинном видео условно и сотни, один-два, может быть, заявок, а и на коротких там приблизительно в 100 раз хуже. У меня вообще как было? У меня, ну, если по просмотрам и по всему вместе, вместе в целом, ну, грубо очень, да. Вместе говорить про это все. Да, то просмотры были не очень в начале. Вообще, ну, то есть, я просто лил все с тиктока, получается, когда только шорс появились, но они были все авторские мои. И потом, когда у меня все пошло в гору, то есть это именно понятное дело, что нельзя, то есть нужно выбрать одну тематику шорса, первое. Второе, нужно понять, какая у тебя аудитория. И третье, экспериментировать и лить одно что-то. По какой-то конкретной игре нельзя смешивать игры. То есть одна игра, ты ее выбрал, и ты ее льешь. У тебя есть специальная аудитория, один канал. Да, да, да. Да, вот как раз. И вот как раз, когда у меня видео начали набирать, я начал уже позиционировать себя как автор какой-то, ну, просто лить шорсы вот такие. И там указывают ссылку. Были шорсы с моим голосом. Потихоньку там просто записывал свой голос и рекламировал как бы их сайт по турнирам, и люди переходили. И мне вот, ну, потом, конечно, мне они стали. Нет, а сколько приблизительно? Вот из тысячи один переходил приблизительно? Или как? Или из десяти тысяч? Где-то с одного видео переходил, ну, где-то, если вот прям видео рекламировал, оставлял ссылку, где-то со ста тысяч переходило, ну, около так, ну, очень мало переходило, где-то, ну, наверное, со ста тысяч там могло по триста человек перейти, по четыреста вот примерно столько. Ну, приблизительно, то есть из тысячи один, ну, есть такая цифра, многими озвучивается, вот ты ее подтверждаешь. Да, да, да. Приблизительно из тысячи один-два на большее не рассчитываете. То есть те, кто думает, что я сейчас залью шорты там, если 50 тысяч просмотров на шортах, это фигня. Да, очень мало переходило, прям максимально мало переходило. Ну, это такой закон на коротких видео. Да, но платили они хорошо, платили прям вообще. Ну, понятно. Это не казино было, это просто были турниры, но платили вот прям, так можно сказать. Для тех, кто подумал. Неплохо, поэтому рекомендую. Да, это было не казино. Но казино сейчас многие внедряют, скупают каналы с монетизацией, делают туда шорты, всякие фильмы, вот эти вырезки и постоянно вставляют. Вот это, да. Да, постоянно вставляют и на этом, конечно. Да, из-за этого YouTube банит, конечно. Не рекомендуем, максимально осуждаем такое. Просто делайте контент, зарабатывайте с монетизацией, зарабатывайте с легальной рекламой. Три, я еще что хочу подчеркнуть, Лех, то есть ты никаких дополнительных вложений не делал, правильно? То есть ты взял свой телефон обычный, смартфон, не какой-то там самый последний афон, и на нем просто... Вообще обычный. Взял, подмонтировал, выложил. То есть у тебя только идеи в голове, ты не бегал там, никаких локаций не арендовывал, никакие там залы, да? То есть каждому доступу идет к чему. Каждому человеку... Да, то есть вообще, ну, конечно, нужно делать качественный контент, но с одной стороны, если у тебя есть просмотр, если ты на чем-то остановился, это будет и качественный контент. И мне писали, конечно, комментарии многие, что, ну, вот, крич там, что-нибудь еще, потому что, ну, в некоторых ситуациях, конечно, да, вообще все равно, то есть если есть просмотры, почему бы не делать? Это выгодно, это приносит. Да, и вообще я делал все на телефоне, это было в начале Каймастер, это был в 2017 году, потом это какой-то самый капкут. Ну, если делать на другие каналы, какие-то более ниши, то я делал, конечно, на ПК, это Adobe Premiere, там Adobe After Effects, вот эти приложения, как бы, я делаю в них, в принципе, если что-то нужно, на ноутбуке просто сажусь и делаю, либо на компьютере. То есть, а так, в принципе, вот такой шорс-контент я делал на телефоне всегда, и превью я делал для таких видео, даже длинных на телефоне, то есть максимум на шорс, вот на этот шорс, который залетел на 12 миллионов, две минуты, то есть это съемка одна минута, потом смонтировал там на коленках, можно сказать, музыку подставил, и все, и 12 миллионов бахнуло. Но это было вовремя, я вовремя выложил, поэтому такие просмотры. Сейчас такого не будет, конечно, то есть. Но все равно, сейчас тоже можно зарабатывать. Сейчас тоже, конечно, можно это сделать спокойно, разбираетесь в нишу в этой игре, и понимаете, что нужно сделать. Ну, в этой игре я прям конкретно разбираюсь. Я понимаю, что тут нужно сделать это на длинный видос. У меня есть и по длинной, ну, длинный канал по этой игре есть, там, где я снимаю длинные видео, то есть я понимаю, что когда выпускать, когда новое обновление выходит, новый ивент, я сразу уже на миге, я сразу делаю кликбейтную превьюшку, превьюшку кликбейтную, чтобы люди кликали на нее максимально, то есть и чтобы там, ну, как-то максимально кликбейт нужно делать. Если с превьюшкой ты имеешь в виду первые кадры в шортс, правильно? Или именно превьюшка? Ну, в шортсах, да, если именно на длинных... Просто в шортсах превьюшкой условно называется первый кадр. Да. Да, первый кадр, это важно. Ну, а на длинных видео вот я делаю... На длинных видео, да, там превьюшки максимально. Слушай, а как ты от Индии спасался? Вот сейчас аналитику хотел показать. Вот скажи, Илюх. Главная, наверное, проблема и беда такая потенциальная любого шортодела, который под английский язык делает, опасность того, что если хорошо зайдет на Индию, то YouTube туда это все скинет, и там как оно разлетится, ты соберешь много и не избавишься потом от этого трафика. Как вот ты... Ты как-то что-то делал для этого? Выбирал какие-то темы или что-то? Анализировал? Или просто так повезло? На самом деле я толком не вникал, я просто делал видео. Я смотрел на аудиторию, да, смотрел. Ну, США смотрит, это хорошо. Ну, Индия бывала, порой смотрела, но я вообще как-то елез. Просто делал видео под ту же музыку. Главное, не кто смотрит, а главное, сколько смотрит. Если смотрит много, то без разницы. Конечно, пусть смотрят, что-то такое. Ну да, в дарах просто будет что-то меньше и больше. Да, тут уже, конечно, решают просмотры, охваты, и многое зависит от показов. Если у вас есть показы на шорт, как и на обычных видео, то знайте, что вас YouTube рекомендует, и вы как бы скоро попадете в рекомендации. И, конечно, у вас должны быть как бы шорты интересные какие-то. Музыка должна как бы решать. И просто само видеть должно быть коротким. Я рекомендую делать всем шорт даже в любой нише. Это, понятное дело, максимум до 30 секунд. То есть не больше 30 секунд. То есть если больше 30 секунд, не факт, что шорт стрельнет или залетит. Но, скорее всего, такого не будет. Но есть шансы, если это какой-то прям интересный шорт, который захватывает. Я думаю, длинные это типа вот как скетчи пацаны делают, там типа батёк, там вот эти вот. У них зайдёт, потому что там люди готовы. Вот они залетают. А здесь, понятное дело. Они зайдут, они будут смотреть. Здесь понятно. То есть максимум там 20 секунд, 23 секунды я делаю. Ну, бывает, по 30 секунд делают. Да, но тут, конечно, важно понимать. То есть анализируйте ситуацию, когда у вас были самые большие просмотры. И сейчас вот на какой стадии я? На стадии перезалива просто своих старых видео. То есть я смотрю, вот у меня есть данное видео. И оно работает. Оно было залито вообще с 22 года, 17 мая. И здесь 68 тысяч просмотров. Я считаю, это очень мало, потому что я залил его очень давно. И после этого я видел, как конкуренты перезалили это видео в более хорошем качестве, в более хорошем формате под ту же музыку. Оно у них набрало в 5 или в 6 раз больше, чем у меня. То есть это моя ошибка. Я, видимо, совсем не постарался. Здесь вот даже белые рамки. Да, я вообще не приложил усилий. Сейчас я могу взять просто, скачать два вот этих видео. Ну, конечно. Взять эту музыку именно Shorts. Смонтировать минут за 5-10 и залить в более лучшем качестве. Но, конечно, не будет вот этих просмотров, скорее всего. Ну, хоть что-то я срублю. То есть там будет максимум за, ну, может, 5-10 тысяч будет. Не знаю. Посмотрим, что будет. Но пока вот держимся как бы на них. Всем советую снимать что-то одно. Не снимайте разное. Если у вас что-то летит, то продолжайте именно это снимать. То есть тут, конечно, решает. Вот вам совет от человека, который добился результата. Потому что я все время говорю, я не знаю. Но это проблема многих новичков. Они выкладывают шарты по Майнкрафту, потом бац скетчи, потом бац стендов. Ну, что это такое, блин? Они убивают вот эту последовательность. Да, они вообще убивают. Если посмотреть доход за все время, когда, получается, был только фонд Shorts, то я заработал с фонда, получается, вот 619 долларов. Заработал с фондом тогда. И плюс там еще были... А так, конечно, хорошо было. Да, но я там не вывел толком. Еще там где-то 300-400 баксов потерял. Очень мало с них вывел вообще практически. Ну и потом, конечно, вот с монетизацией, вот основное, это уже вот доход пошел. Пожертвование от сообщества. Но это нельзя смотреть. Реклама на странице просмотра. Ой, это, слушай, суперспасибо тебе нажали. Это еще было на русском канале. Этот канал вообще был русский. Он, монетизация на этом канале была в 2020 году. А, за все время все я понял. В 2020 году. Неплохой доход, в принципе, на Shorts можно заработать. Чистыми. Это даже не считая того, что можно вывести. То есть доход есть, можно. Если стараться, если делать что-то каждый день, то можно. То есть вот уже видосы после монетизации, какие вот набирают, в принципе, 17 долларов. Вот есть это уже с монетизацией 12-12. Они и до этого набирали хорошие просмотры. И сейчас вот. Ну и в основном. Ну понятно, сложно, но можно. Даже вот это открыть. Да, сложно, но можно. То есть вот открывая, предположим, вот это видео, это, конечно, я залил очень давно. И тут очень мало с монетизацией капнуло. Но конкретно вот это видео я тоже перезаливал третий раз. И вышла, короче, эта тема, новая, глобальная тема у Supercell, у разработчиков. Новая анимация вышла, я ее залил, а потом перезалил. Вот это уже третий раз я ее перезалил. Она набрала 200к всего. Но это тоже неплохо. До этого я перезаливал два раза. Первый раз 3 миллиона. Вот это набрало то же самое видео. Второй раз я перезалил его. Оно набрало лям 800. Третий раз я его перезалил вообще по-другому. Оно набрало 200 тысяч. Ну, как и так. Слушай, а ты никакое сообщество не создавал под этот канал? Ну, типа там, Discord или еще чего-нибудь там, Instagram? Нет, этому каналу нет. У других каналов есть. Дискорд есть у меня. Ну, смотри, я просто хочу спросить, какова вероятность, если там плюс-минус шарты заходят, и за счет этого поднять еще какой-нибудь Instagram или что-то стороннее, и там еще отмонетизировать? На самом деле вероятность не такая большая, потому что здесь доход идет в большем случае на монетизацию. Но вот сегодня был комментарий от нового подписчика. У тебя есть Discord сервер. И я, конечно, был не готов к такому сообщению. У меня он есть, да, под нерусскоязычной аудиторией, но он вообще с толком не активный. Ну, понятно его вести. Нету времени, чтобы прям вести. То есть, да, то есть это нужно как бы пассивный доход иметь. Ну, вывод какой, что не надо рассчитывать на то, что шартами легко будет качнуть сообщество. Это сложно. И не надо рассчитывать, что реклама много. Да, именно... Нужно очень большие охваты получать. Да, именно трудно коммуницировать с англоязычной аудиторией, если у тебя низкий уровень языка или акцент. Да, вот про то же. И переводчики бывают в переводе правильно. Поэтому всем советую один единственный переводчик. Это переводчик Dipple. Это хороший переводчик. Я им сам пользуюсь. Это что, приложение мобильное такое? Да, это Dipple. Ну, это если вставишь, не вставишь, там без разницы. Dipple. То есть, можно использовать. Хороший переводчик. И также я использую голос бота. Тоже очень часто в своих видео бываю использовал. Это приложение, если я не... TTS называется. То есть, там есть с разным акцентом роботы. TTS – хорошее приложение. В PlayMarket можно скачать. Оно бесплатно? Оно прям идеально подходит. Да, бесплатно. Там есть любой акцент. Вообще любой акцент. Хоть какой. Английский. Там вообще можно все выбрать. Очень хорошее приложение. Сам им очень давно пользуюсь. То есть, как-то так. Спасибо за новое. Ну, и что еще могу сказать? Вот. Что могу еще сказать про данную... Вообще, данную нишу, данная игра, вот она еще может. Она еще набирает обороты. Игра Clash Royale. Если вы играете, то вы можете снимать геймплей. Но, скорее всего, геймплей у вас не будет заходить. Геймплей будет заходить только в том случае, если вы снимаете с голосом. Вы снимаете с монтажом. И есть конкуренты, за которыми я давно слежу. И хочу делать так, как они. Но пока не делаю. Потому что боюсь, что не получится как бы связать какие-то слова. И поэтому приходится использовать TTS. А TTS бывает лагает. И я не снимаю пока такие видео. Пока не куплю себе более новое оборудование. Смотри, мы можем подытожить. Знаешь, каким форматом? Что если кто-то там, допустим, хочет именно англоязычный YouTube идти и думает, что там легкие деньги. Легких денег нет. Есть какой-то потенциальный охват. Но миллионы на вас, тысячи долларов на вас не посыпятся. Как знаешь, там некоторые пишут. 100 баксов в день на перезаливах. Нет, такого сейчас точно нет. И, наверное, не будет. Но шортс – это хороший способ себя прорекламировать. Главное – выбрать какую-то одну нишу и в ней двигаться. Правильно? Да, все верно. Можно сравнить еще доход. Вот, предположим, есть 200 тысяч просмотров. И это не учитывая, когда я выложил видео. То есть я его выложил 10 марта 2023 года. Это еще было до монетизации. И примерно 100 тысяч где-то. За 100 тысяч я получил где-то 5 долларов. 10 марта 2023 – это, ну, подожди, монетизация-то раньше появилась. В принципе, да. То есть это и новый месяц. Полностью тут все попадает. Да. Да, все совпадает. Ровно 195 тысяч и 5 долларов примерно. Неплохо. Это нормально. Меньше миллиона и 5 долларов. Такой шортс. В русскоязычном за миллион 5 долларов. Да. Это точно не факт, что будет. Да. Ну, Россия тут 9%. Повезло, что всего 9%. Германия, Турция. Прервалась немного связь с автором канала Jumper Russia. Но мы с ним списались. Все, что он хотел высказать, он высказал. И обязательно отправьте ссылку на это интервью своим друзьям, которые думают, сколько же можно заработать на шортс в 2023 году. Как запустить канал в 2023 году по шортс. Такой полезной информации, где показана вся аналитика, статистика из творческой студии и такого крупного канала, где более 80 тысяч подписчиков, более 90 миллионов просмотров, мало где есть. Поэтому забрасывайте в Дискорды, где вы обсуждаете это все. А также, если хотите задать мне вопрос, вы можете приходить на стримы. В понедельник, среда, воскресенье, после 6 по Москве обсуждаем с авторами видео, обсуждаем какие-то успешные кейсы и всякое интересное по Ютубу. А вам желаю добиться успеха на Ютубе. Пользуйтесь полученной информацией, грамотно извлекайте из этого выгоду, прибыль, вооружайтесь этим, вы уже вооружены информацией, которая была до этого. Значит, вы уже чуть-чуть выше ваших конкурентов. Действуйте, применяйте и вы их обгоните. У вас соберется аудитория. Всем удачи, всем пока.